Астраканское областное телевидение представляет Совместный проект Астраканского филиала Российского Союза Боевых Искусств Телеканала РЕН-ТВ Астракан И школы ЛУН Боевые искусства в Астракане История и пути Философия и практика Тренировка души и тела Занятия для сильных, спокойных и уверенных в себе людей Ведет цикл Александр Рудаков Вице-президент Астраканской Федерации Сестилевого Карате Здравствуйте, друзья Сегодня мы снова вернемся к карате Сегодня познакомимся С самым его, как бы сказать, жестким силовым направлением Кёку-синкай карате Дословно, кёку это предел Син-кёку Син-син это истина Кай-связь или общество Дословно это переводится Общество искателей абсолютной истины Отцом этого направления является Мацутас Аяма Кореец по национальности Очень удивительная личность Это направление жиждится на двух основных стиле карате Это сётакан, карате и гудзюлю Аяма с юных лет занимаясь боевыми искусствами Как раз и прошёл все эти два стиля И на основе того, что мастера боевых искусств Какую-то часть времени проводили в горах в Японии Значит, так же ушёл в горы Практиковался в разбивании твёрдых предметов Дерево, камней Купался в водопадах холодных Кстати говоря, стильки у Кусинка и карате Отличаются именно вот этим направлением То есть, как бы человек Может противостоять холоду Ударом руками, ногами Если даже пропустил какой-то удар Человек может выдерживать и продолжать бой Ярким представителем этого направления В городе Астрахани У нас является, значит, наш гость сегодняшний Кузнецов Сергей Николаевич Ведущий инструктор киокусинка и карате В Астраханской области Кюкусинка и карате в Астраханской области Очень распространено То есть, и в Астрахани, в городе Насчитывается много клубов киокусинка и карате И за пределами города В области насчитываются Тоже есть клубы, такие как в городе Знаменске Есть клубы карате в Ахтубинске Астраханские спортсмены, да Действительно выступают неплохо На турнирах В прошлом году На чемпионате мира, который проходит раз в 4 года Наш астраханский спортсмен Буков Алексей Вошел в сборную России и представлял Нашу страну на чемпионате мира На абсолютном чемпионате мира Токио в Японии в прошлом году, в ноябре С какого возраста, как вы считаете, можно отдавать ребенка Заниматься именно киокусинкой и каратой? Вообще, так вот, самый нормальный возраст С 6 лет мы рекомендуем уже отдавать на начальный курс Такой подготовки Это вообще физическая подготовка, растяжка подготовки А более такой серьезный, уже где-то 7 лет Скажите, киокусинка и каратэ само по себе жесткое направление То есть удары наносятся открытыми руками А как открытыми? Значит, руками, незащищенным ничем Если в классическом каратэ есть какие-то накладки Ну, пускай это мизер какой-то, но как бы закрывает кулаки То есть кентес, да? У вас этого нету? Мы говорим про взрослые каратэ, когда мы осознанно идем на то, что мы не одеваем защиту Это тоже дзенский принцип, когда мы, это самоотрицание нашего тела Мы выходим на татами и как бы противостоим боли, профессиональной усталости и так далее А на детской каратэ, на немножко другое, конечно, там есть защита Там защищаются руки, ноги, одеваются шлема и даже одеваются протектор Протектор одевается? Конечно, да? Тем более, что женщины у вас занимаются Дети, да, и женщины обязательно одевают протектор У женщин, даже во взрослом карате обязательно есть нагрудный протектор Это как бы и в правилах В Японии вообще к этому относятся очень серьезно Ну, естественно, да Очень строго Детская каратэ, она отличается от взрослого каратэ во многом Потому что ребенок, как бы, мы ребенка должны сохранить в первую очередь здоровым И воспитать его нормальной личностью Да, взрослые уже у нас ребята, которые уже старше 18, они у нас уступают уже без защиты Но к этому идет определенный этап подготовки Это закаливание тела, так называемая набивка Это идет годами То есть есть такая китайская система, железная рубашка Ну, это же не все сразу Все идет постепенно От простого похлопывания по бедру Приходит к тому, что человек терпит удар палкой Истина каратэ киокусинкай не в победе или в поражении А именно в становлении характера То есть переступить через свою боль, лень Усталость Чем отличается именно вот этот стиль каратэ от других видов? Прийти в додзе, да, и забыть о том, что какие-то у тебя неприятности И начать тренироваться Это как бы одно из таких главных направлений И отличающихся стилей киокусинкаратэ Вот именно то, что мы приходим в додзе И забываем о том, что мы пришли в додзе и отдаемся полностью каратэ Продолжение следует...